Самариканский государственный медицинский университет, кафедра организации фармацевтического дела. Тема пятая. Контрольно-разрешительная система фармацевтических услуг. Контрольно-разрешительная система. Это комплекс мероприятий по обеспечению качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения, биологически активных добавок, лечебно-профилактических и косметических средств. Главной задачей контрольно-разрешительной системы является защита потребителя от негативных последствий применения лекарств, связанных с недостаточной изученностью на этапе разрешения и внедрения их в медицинскую практику, выпуском предприятиями или взвозом в страну недоброкачественной продукции, нарушениями условий хранения и реализации. Организация государственного контроля качества лекарственных и диагностических средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения, координация деятельности учреждений и организаций, осуществляющих экспертизу, стандартизацию, регистрацию и сертификацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и продуктов лечебного питания, осуществляется Главным управлением по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники, созданной согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 мая 1995 года. Главное управление КИКИ-ЛСИ-МТ Главное управление КИКИ-ЛСИ-МТ является структурным подразделением Министрства здравоохранения и в своей деятельности руководствуется законами Республики Узбекистан, постановлениями правительства, рекомендациями ВОЗ по надлежащей производственной ГМП и лабораторной практике ГЛП, а также приказами и инструкциями МС Республики Узбекистан. Задачами Главного управления являются организация и осуществление государственного контроля качества и стандартизация лекарственных, профилактических и диагностических средств медицинской техники, изделия медицинского назначения и продуктов лечебного питания. Введение Главного управления находится комитет фармакопейный и фармакологический по контролю качества наркотиков по новой медицинской технике, фармацевтическая инспекция по контролю за качеством лекарственных, профилактических и диагностических средств и медицинской техники Государственной Центр экспертизы и стандартизация ЛС, Бюро по регистрации ЛС, медицинской техники и изделий медицинского назначения. Встановлено, что регистрационные удостоверения являются документом, дающим право ввоза продукции из-за рубежа, поставки ее на производство и реализацию населения. Стандартизация лекарственных средств Стандартизация – это деятельность по установлению норм, правил, характеристик, отражающих требования государства к безопасности и качеству товаров и создающих необходимые нормативные поли, которым можно руководствоваться производителем и потребителем продукции. Главной задачей ГИЦЛС является государственный контроль за качеством лекарственных, профилактических, диагностических средств и медицинской техники, изделий медицинского назначения и продуктов лечебного питания, отечественного производства и закупаемых по импорту. Лабораторию контроля качества и стандартизации лекарственных средств Лабораторию фармакотоксикологических исследований Лабораторию вакцин, сывороточных препаратов и микробиологических исследований Лабораторию по контролю качества медицинской техники Научно-методический и информационный отдел Стандарт качества лекарственного средства Стандарт качества лекарственных средств – нормативный документ, содержащий перечень нормируемых показателей и методов контроля качества лекарственных средств. Государственные стандарты качества лекарственных средств – фармакопийная статья предприятия на лекарственные средства конкретного предприятия. К государственным стандартам качества лекарственных средств относятся общая фармакопийная статья, временная фармакопийная статья и фармакопийная статья тоже. Стандарты качества лекарственных средств должны обеспечивать разработку и производство качественного, эффективного и безопасного лекарственного средства. Общая фармакопейная статья включает в себя перечень нормируемых показателей или методов испытания для конкретной лекарственной формы, описания физических, физико-химических, химических, биохимических, биологических, микробиологических методов анализа лекарственных средств, требования к используемым реактивам, титрованным растворам, индикаторам. Фармакопейная статья разрабатывается на лекарственных средствах БАД МНН для монокомпонентных лекарственных средств и содержит обязательный перечень показателей и методов контроля качества. Общие фармакопейные статьи и фармакопейные статьи разрабатываются и пересматриваются через 5 лет в АФС не более 3 лет. Общие фармакопейные статьи и фармакопейные статьи составляют Государственную фармакопейную Республики Узбекистан. Государственная фармакопея издается фармакопейным комитетом Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. Фармакопейная статья предприятия, созданные организацией-разработчиком или предприятия-производители применительно к своему производству, является объектом их авторского права. Организациями-держателями подлинников фармакопейных статей предприятия является фармакопейным комитетом Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и соответствующие предприятия или организация-разработчиков. Спасибо за внимание!